всем привет сегодня мы с вами будем рисовать пейзаж пейзаж будет очень сложный и его основу мы будем брать изучение штриха а в основном это будет горизонтальные вертикальные и наклонные штрихи начнем с небольшого обозначения гор горы будет на дальнем плане поэтому проработка гор нам особо не нужно их я буду обозначать просто штрихами вертикальными при таком рисунке важно просто будет показать их неоднородность потому что если делать совсем все одинаково то будет очень очень скучно а горы все-таки природная поверхность а природа как мы с вами знаем она не любит не симметрии не однообразие ничего такого в ней не найдешь следующим шагом я перехожу на воду воду конкретно детально как прорабатывать я пока не буду покажу его просто теперь уже горизонтальными линиями если горы были вертикальными вода полностью горизонтальная также несколько не сосредотачиваю сейчас пока что на какой-то конкретной проработке потому что вернусь к воде в следующий раз теперь я буду показывать берег берег пойдут уже наклонные линии поскольку берег расположен будет ближе к нам то на нем мы сконцентрируем чуть больше своего внимания и проработаем больше и елочки рисуются ну скажем как в детстве при помощи различных треугольничков причем в основании елочка шире к верхушке она становится уже и по такому принципу мы строим все небольшие деревья здесь хотелось бы тоже раскидывать эти деревья не однообразно если мы нарисуем одну елочку похоже на другую да еще на одинаковом расстоянии друг от друга то будет совсем унылость а мы должны показывать небольшое такое разнообразие за счет этого создастся живость рисунка кстати карандашом я работаю твердо мягким никаких мягких карандашей к мягкости буду переходить позже сейчас мы намечаем общую композицию и до сих пор работаем на ней здесь здесь встречается вода будут камыши травинка какие-то камушки поэтому всех их обозначаем в данном случае мы больше придумываем край берега наш будет выделяться за счет отражения по идее все мое изображение двигается одновременно нет элементов рисунке который я сейчас закончил его также все продолжаю рисовать теперь беру карандашик помягче для того чтобы начать показывать тени это небольшие деревья я начинаю делать контрастнее чтобы выделять их из серой массы теперь к этим деревьям начну подтягивать общий фон потому что сейчас деревья самый яркий акцент на нашем рисунке все остальное совсем бледное будем ровно вешивать все фантазия делает за нас мы всего лишь обозначаем небольшие здесь стрижки то воображение нам подсказывает что это будет лес для того чтобы рисунок был интересным мы с вами выделили вот эту часть и усилили ее максимальным тоном тем которым возможно за счет этого рисунок стал смотреться гораздо более живописнее и интереснее сейчас будем обобщать беру снова карандаш твердо мягкий и начинаю обобщать все это дело чтобы было более как бы собранная картинка дело остается за преднем планом этот передний план мы будем рисовать более мягким карандашом у меня это карандаш 5b а вот траву как раз мы должны штриховать сами не так как горы потому что если сделать точно такие же будет прям очень скучно потому что передний план он у нас должен быть более каким-то живеньким вот такой рисунок у нас получился на этом у нас все это было не сложно но достаточно интересно если вам понравилось поддержите меня поставив палец кверху в таком случае я выложу еще пару видео на данную тему как рисовать пейзаж на этом у меня все спасибо пока